Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать на борт Самарета Боинг 737-800, выполняющего рейс в Москву. Добраться из Уфы в Сочи сегодня задача не из легких. Пассажирам приходится лететь транзитом через Москву. Дело утомительное. Между перелетами несколько часов ожидания в аэропорту. Однако на рейсе с пересадками билеты раскупают за несколько дней до вылета. Большой спрос из-за низких цен. Российский лоукостер предлагает билеты меньше, чем за тысячу рублей. Конечно, пассажиров не кормят, не поят и даже спинки кресел в самолете не откидываются. Плюс отдельная доплата за багаж и выбор места. Журналист Станислав Шахов только что приземлился таким рейсом в сочинском аэропорту. Говорит, пустых кресел на этом Боинге не было. Иногда цена является определяющим. И, возможно, за счет цены стоит чем-то пожертвовать, каким-то благом. Люди, которые не могли раньше позволить летать на море, сейчас смогут увидеть и искупаться в нашем Черном море. Сочи был и остается главным курортом страны. И в этом году Краснодарский край ждет массовый поток туристов из всех регионов, в том числе и Башкортостана. Полностью обновленный после Олимпийских игр сегодня это европейский город-курорт международного класса. Причем с самым необычным климатом. С одной стороны теплое Черное море, с другой – заснеженные горы. Это один из трех горнолыжных курортов, который появился благодаря зимней Олимпиаде 2014 года. Ну а буквально через 10 минут мы окажемся на высоте 2300 метров над уровнем моря, выше облаков. Еще утром температура там была минус 10 градусов. Это Адлерский район города Сочи, знаменитая Красная поляна. Пока мы поднимались на вершину, потеплело до минус пяти. А под ногами – самый настоящий снег, который лежит здесь круглый год. Дико холодно, но это просто того стоит. Канатная дорога, эти виды. Мне уже становится тепло потихоньку, наверное, организм привыкает. Либо я умираю, я не знаю. Это круто. Очень. Курортный сезон в этих краях официально начнется в конце мая. Тогда же прямые рейсы в Олимпийскую столицу начнут летать и из Уфы. Планируется, что два раза в неделю – в среду и в субботу. Причем самолеты в аэропортах простаивать не будут. Лоукостер сократил время стоянки до 30 минут. Таких показателей в России пока нет ни у одной авиакомпании. Рейс Москва-Сочи. Этот Боинг приземлился в аэропорту всего несколько минут назад, а уже через полчаса снова окажется в небе. За это время экипаж успевает провести уборку в салоне и проверить состояние воздушного судна. Руководители авиакомпании уверяют, что сокращение времени стоянки никак не скажется на безопасности перелетов. Флот Лоукостера состоит из 12 самолетов, возраст которых не превышает трех лет. Безопасность полетов здесь никак не ущемляется. Наоборот, чем меньше времени самолет проводит на земле, тем меньше рабочее время экипажа. И, соответственно, тем больше экипаж отдыхает между рейсами. Увеличение количества рейсов и пассажиропотока летом ждут и в Уфимском аэропорту. Из Уфы напрямую можно будет улететь в такие города, как Сочи, Симферополь, Анапа и Геленджик. Достаточно большое количество авиакомпаний. Грузятся эти рейсы как напрямую туроператорами, турагентствами, так же можно, как на регулярные рейсы, просто купить билеты. Прямые рейсы в курортные города продлятся до 17 сентября. А первый самолет из Уфы улетит в Анапу уже 30 мая. Алина Каматова, Юрий Ефремов, Вести, Башкортостан.